11 часов и 3 минуты. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. На красном диване Арам Аветис, знакомый вам по прошлым передачам. Конечно, конечно. Вот он, голос современной армянской прозы. Молодец. Арам пришел не с пустыми руками. Очередная книжка. Какая по счету? Это четвертая моя книга. Называется «Ампутированные облака». Эта книга, можно сказать, посвящена 44-дневной войне. И книга состоит из 44 глав. Но в отличие от многих книг про войну, здесь главный герой не солдат, можно сказать, а писатель, человек, который занимается искусством. И в каждой главе приходят ему на помощь как будто его любимые писатели, его любимые художники. Но поскольку они тоже были, можно сказать, жертвами своей внутренней войны, и не только внутренней, но и внешней, очень трудно, получается, у них помочь выйти писателю из этого состояния. Как будто про внутреннюю войну. Книга такая, мне, я не знаю, я воодушевился от книги Исаака Бабеля «Конармия». Да, страшная книга, страшная книга, страшная кровавая. Но гениально просто, я обожаю эту книгу. И там тоже главный герой, если помните, писатель, который находится... За какие грехи такие попал вот туда, на польский фронт. Да, и вот это как будто тоже внутренняя война со внешней войной. Вот, можно сказать, вот книга тоже об этом. Навеяна Бабелем. Ну, там есть одна глава, посвященная Бабелю, но это такое... Ну, не похоже вообще, но хочу сказать, что мысльно на эту книгу я воодушевился именно Бабелем. Арам, скажи, сложно было писать на эту тему? Ну, очень сложно, потому что здесь все мои личные и страх, и опасения. То есть этот писатель, это ты? Ну, да, главный герой, да, можно сказать. Это автобиографичная книга? Да, автобиографичная, да. Потому что все как будто все... Ну, то, что... И те мысли, которые были тогда, чтобы... Да, мысли, которые у меня были, и все такое состояние, которое вот в это время... У всех было, да. Да, да, да. Ну, через меня как будто отражаются и страхи всех людей. Ну, такое не очень легкое чтиво, так можно сказать. Но твои предыдущие романы, твоя предыдущая проза, она все-таки была больше в сторону абсурдизма. Здесь тоже есть. Есть элементы? Да, конечно, элементы есть, и много, конечно, игры слов. И недавно, очень интересно, мой друг заметил, поскольку я очень люблю Маяковского, и вот это облако в штанах, вот здесь облака тоже у меня как будто из... Ну, внутри выходит то, что я и читал, я знаю, я люблю. И здесь просто облако это символ мира, символ этих парней, у которых было много желаний, много планов, да. И все это как будто ампутировано, и все это как будто разрушилось. Вот так. Ну, это такое мое восприятие этой непережованной войны, можно сказать. А кто первым прочитал книгу, кроме тебя? Кому ты ее дал? И какие были оценки? Ну, мои друзья, конечно, первые, которые... Ну, люди, которые любят литературу, много читают, и... Неоднозначные, конечно, мнения, и это мне больше нравится, когда неоднозначно, когда кому-то это нравится, кому-то... Как у Зезбору. Ну, как у Зезбору, да. Это мы, да, говорили. Да, но есть такой человек, вот, которому ты первым даешь прочитать? Тогда, в 2020 году, умер мой любимый литературовец Александр Топчан. Я вот всегда первый давал ему читать мои книги, он и лицензии писал, и очень ценил меня. Сейчас конкретно такого человека так нету, но есть, говорю, люди, которые любители литературы, и читали то, что я читаю, то, что я люблю, и вот они могут через это сказать. И читали мои предыдущие книги, и понимают, у меня какой-то... куда я иду, как можно сказать, ну, как писатель, вот так. Ты растешь как писатель? Я про себя самого не могу так сказать, но я думаю... Ну, ты как... подожди, ты как человек... Как читатель, мне кажется, да. Да, как читатель и как продавец книг, вот я хотел сказать. Как консультант книг могу сказать, что да. То есть ты... если бы мы пришли к тебе в магазин гипотетический, и ты бы работал, вот, ну, то есть, то, что происходит обычно и достаточно часто, ты бы нам порекомендовал, сказал, вот есть такой современный армянский писатель, который растет. Ну, да. Ну, почему нет? Может быть, да. Я думаю, любой писатель должен развиваться. Или есть такие, которые вот так как-то... Я не знаю, вот я где-то читал, что Вон и Гуд, типа, ну, это, я не знаю, это миф или нет, что Вон и Гуд каждый день заходил в книжный магазин, который рядом был, и спрашивал, продаются его книги или нет. Как продаются, да. Как продаются его книги, и говорит, что очень нервничал, когда плохо. Ну, это как актер, который инкогнито ходил, или как режиссер, который инкогнито, как сценарист, который инкогнито ходит на свои фильмы, или там, театральные постановки. И смотрит, как люди от... Сколько людей, как реагируют. Да, да, реагируют, да. Так что ты не скромничай, потому что Аристотель сказал, ложная скромность, она, это высокомерие. Да, да, согласен. Так что... И 23 марта состоялась презентация книги, прошло много очень людей, и прошло, ну, презентация прошла очень хорошо. Кто печатает тебя? Это Actual Arvest, это издательство, которое издают не только современных писателей, но и русских классиков. Ты попал в классику уже, да? Да, да, да. Он современный. Он современный классик, да. Не, ну, они очень интересны, что вот это издательство издают именно более такую специфичную такую классику. Да, да, литературу. Они недавно... Не для всех. Не для всех, да. Они недавно издали на армянском языке Даниила Хармса, это первый, ну, можно сказать, такой первый большой. Армянска. Слушай, ну, вот я все... Там у Хармса же столько игры слов. Да, да, да. Как это на армянском? Это все равно, что, ну, вот, Маяковского я видел, вот как перевели, это тоже было очень сложно. Слушай, да, я вот сейчас как раз для Актуаль Арвест составил, можно сказать, избранное Маяковского на армянском языке, и предисловие должен написать, и у них есть серия, очень крутая серия, называется «Мой им», и вышли еще четыре книги, им Чаренц, им Сахян, им Терян и им, не помню, кто там, четвертый, но сейчас выходит им Даниль Варужан. Да, прекрасный поэт Запада Армении, который прожил очень короткую, очень яркую, трагичную жизнь. К сожалению, вот очень мало они. Ну, вообще, восточные поэты, восточные поэты вообще очень крутые. Западные. Простите, западные, западные очень крутые. Восточных мы знаем больше. Да, 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 восточных знаем. Западные очень крутые, там и Сиаманто, и Рубен Севак, и Мецарент, и Дурьян. Всегда, когда я их читаю, мне кажется, что они гораздо ближе были к западноевропейскому искусству и к Европе, находясь в самом центре, скажем так, Османской империи, тем не менее, это такая парадоксальная история. Да, потому что они много путешествовали, образование получали, и много читали более европейскую литературу. Ну, то есть они ближе к европейской литературе, чем к русской. Чем даже к армянской. Которой подписывались, подпитывались в основном авторы, которые жили на территории восточной. Да, да. И в этой серии выйдет моя книга «Мой Маяковский», так называется. Я думаю, что это взяты, у Цветаева есть «Мой Пушкин». Да, да. Вот как будто заголовок такой, очень похожий. И выйдет Маяковский, там есть перевод Георгия Мина, есть перевод Чаренца, очень-очень тоже. То есть и классики, и современники, опять же. Да, да. Нет, хочу сказать, переводы Маяковского делали очень известные армянские поэты. Ну, Чаренц самый известный, потому что он был под влиянием Маяковского, под влиянием футуризма. Да, да. И Эмин тоже, конечно. И выйдет... Ну, хочу сказать, что они издают разную литературу. И вышло у них недавно, поскольку в этом году 100-летие Параджанова, вышла книга Сергея Параджанова «Сценарии и рассказы». Там... Тоже на армянском языке? На армянском языке. Почти все рассказы и почти все сценарии. С картинками, так сказать. С картинками Параджанова. Ну, естественно, еще бы, да. Без калашей как же. Да, да, да. Ну, слава богу, что они еще на плаву. То есть, все-таки, хотя вот литература не для всех, все-таки покупают, да? Да, да. Ну, мои книги, как вы сказали, не надо скромничать, сейчас мои книги покупают. Ну, не знаю, как много, но там... По сравнению с многими, наверное, много покупают. Арн, скажи, пожалуйста, какие у тебя взаимоотношения с издателем? Это важно для тех людей, которые, например, считают себя современными молодыми писателями. Ты получаешь гонорар, ты получаешь процент с каждой проданной книги. Какие у вас взаимоотношения? Нет, я все мои книги издаю собственными средствами, вот так. Ну, у нас, ну, конкретно с Actual Harvest у меня нету, типа, такие отношения, что они издают мою книгу, я получаю гонорар. Нет, я за свои деньги, можно сказать, издаю книги, да. Да, и вот, потому что много, ну, многие издательства не хотят рисковать на современную литературу, потому что они могут из-за тысячи экземпляров, а будет это продаваться там лет восемь-девять. В общем, лучше Гарри Поттер продавать. Ну, выходит так, да. Арн, скажи, никогда не задумался над тем, чтобы твои романы, твоя проза была переведена на иностранные языки? Русский, французский, английский, я не знаю, там, фарсии, может быть. Мы перевели в третью книгу, когда крысы умели читать, я думаю, в этом году уже выйдет на русском языке, тоже здесь, в Армении, но я думаю, уже можно распространять. И мы с Академиком Икарчаном можем приобщиться. Да, 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 это точно. А четвертый роман вот этот? Ну, это поскольку еще на армянском, еще... Да, посмотрим, как... Да, только вышло, я думаю, потом будем думать и об этом. Кто переводит твои романы? У меня есть друг, нет, нет, друг есть, который очень хороший переводчик. И переводчик Константин, он очень хорошо знает русскую литературу и поэзию, и он и переводит на русский язык. А ты как настоящий писатель? Не дня без строчки? Что-нибудь сейчас уже пишешь или только пока собираешь мысли? Каждый день в Инстаграме пишу что-то, ну, именно вот, связанное с литературой, но поскольку сказали не дня без строчки, хочу сказать, что Олешу обожаю. Ну, Олешу, конечно. Это его делишь, да? Это просто, это моя слабость. Я вообще... Я вообще очень интересно, что, вот как у Борхаса, он говорит, что я больше горжусь теми книгами, которые читал, а не писал. Тем, которые написал, да. Поэтому я всегда, когда говорят про мои книги, я почему-то всегда увожу в сторону про писателя, которые, можно сказать, создали меня как писателя. Вот Олеш из этих писателей, я вообще... Недооцененный, кстати, согласен. Вообще недооцененный, да. Я недавно тоже купил себе книгу, вот это не дня без строчки, это его же дневники, который составил Шкловский в советское время, и поэтому там много очень купюр, ну, типа, много чего сняли оттуда. Цензура, да. Ну, они же были друзьями, но это просто... Я вот, когда мне говорят, ну, это просите все любители Мастера и Маргариты, вот те люди, которые говорят Мастера и Маргарита, я не знаю, и вот пусть они читают Олешу, типа, зависть или... Ну да, Олеша это не только три толстяка. Да, да, друзья, так что все почему-то вот думают это. Я не хочу сравнивать, но для меня это... Вот для меня великий писатель это Олеша, ну, это такое... И то же самое, и Бабель, Маренгоф очень люблю произведение. Ну, вот сегодня к вам пришла со мной книга Платонова, я обожаю просто... Платонов, да. Как Лаван, это просто, ну, фантастика просто. Хорошо, ты все сказал, но на мой вопрос не ответил. Ты пишешь уже пятый роман, он у тебя в голове сформулирован? Пятый роман не пишу, пишу как будто вот такими отрывками, да, как будто дневники, как не дня без строчки, получается. Ну, какая-то тема хоть прорисовывается уже? Конкретной темы нет, это как будто мое... И пора ли нам замахнуться на Вильяма нашего... Не, это просто поток сознания такой в Инстаграме. Интересно, что я хочу об этой книге тоже говорить, что вот как я начал писать вот эти дневниковые записки, мне недавно, я прочел, очень интересно, зашла книжный магазин «Одна девушка», и мы начали говорить про Лимонова, я говорил, что я читал книгу «Священный монстр», и он где говорит про своих любимых писателей, и он в тюрьме это написал, и мне всегда он нравился. И тоже очень неоднозначный фигур, тоже Озерсборн, тоже Озерсборн. И она мне говорит, я вам дам одну книгу, читайте, у меня там пять дней, я уезжаю, читайте и возвращайте мне, да. И я взял эту книгу, это «Дневник неудачника» или... «Дневник неудачника» так называется. Это просто гениальная книга просто. Я вот влюбился в эту книгу Лимонова, и вот эти... у него тоже вот такие дневниковые. Потом я заказал книгу, книга называется «Монголия», и он говорит про свое путешествие, и почти восемь или девять глав он посвятил Арцаху. Да, это известный факт, он здесь был. Да, и он был там, он путешествовал, и он очень интересно и очень трогательно, что говорил, что когда он взрослеет, он хочет, ну, не зависеть от вещей. Но в конце говоришь, ну, хвалится, говорит, но в аэропорту, слава богу, мне позволили камень отнести, который я привез с собой с Карабаха. Ну, чтобы... Ну, вообще, с Лимоновым странные такие вещи происходили, и в плане творчества, и в плане жизни. И когда я думаю о нем, как о человеке, как о писателе, я все время думаю о том, что он прошел все стадии как бабочка. То есть он был куколкой, был гусеницей и стал бабочкой, потому что ранний Лимонов, это совсем другая история. Совсем другая, да, да. Поздний Лимонов, это... Ну, тем не менее, ты открыл. Но все равно. А книгу хоть вернул? Да, конечно, вернул, потом себе заказал. Но хочу сказать, что все равно, вот, знаете, когда вот писатель, он такой неоднозначная фигура, это более интересно и более... Ну, конечно, конечно. ...важно для искусства, потому что, не знаю, вот эта однозначность, это очень грустно и неинтересно. Ну, конечно. Если нет писателя внутри себя конфликта, если нет конфликта с внешним миром, то, наверное, писать не о чем. И очень интересно, что я недавно очень удивился, что я узнал, что его внесли запрещенный автор. Он в список входит в запрещенных. Да, в список запрещенных. Но очень интересно, потому что у него были взгляды, можно сказать, такие более, ну, мягко сказать, националистские. Он был левым, но национал был уже определенный, да, перевод был у него. Я понял, что, наверное, когда ты очень-очень патриот, это тоже очень плохо для государства. Очень опасно. Да, опасно, да. Ну, не знаю, вот так. Ну что, с Арамом, на самом деле, можно говорить бесконечно. Это точно. Рекомендуем заходить в книжные магазины. Где продается твоя книга, скажи? Сейчас книга в трех книжных магазинах, в Эпиграфе, Ной Антапане и Букинисе. Будет продаваться. Вот. Книга называется Ампутация Ампэш. Арам Аветис. Очень рекомендуем. Действительно, Арам растет. И книжки в объеме тоже растут. Так что, если просто хотите пообщаться с Арамом, можно зайти в Ной Антапан и поговорить с ним. Подчеркнете много чего известно. А я хотел сказать, что, по моим расчетам, восьмая или девятая будет как Война и Мир. По объему. По объему. И по количеству главных героев. Если не будет, я просто соберу все мои книги. И будет избранная такая большая. Главное собрание сочинений. Я вот говорил про Фенемура Купера. Да, да. Про Фенемура нашего. В хорошем переплете. Купера. Ну что ж, спасибо, Арам, дорогой. Продолжая писать, это важно. Продолжая читать, продолжая любить и продолжая делиться своими внутренними конфликтами со внешним миром. Потому что говорят, что это лучшая терапия вообще. Когда человек высказывается, выплескивается. Это может быть музыка. Это может быть кино. Это может быть театр. Это может быть литература. Это может быть кухня. Это может быть радиоэфир. Это может быть вождение такси, где ты с кем-то все время говоришь. Это действительно нужно выплескивать. Не нужно оставлять в себе. Потому что человек – это сообщающийся сосуд со вселенной. И очень важно, чтобы ты все время через себя вот что-то пропускал. Даже не фильтровал. Очень часто не фильтровал, а пропускал. Спасибо, дорогой. Спасибо. Мы уходим на рекламу после Royal Blood, так как на обложке у нас бэкон и его кровавые пятна. Поэтому давайте послушаем королевскую кровь, замечательная группа и банда, которая исполняет неплохой коммерческий рок-н-ролл. Оставайтесь с нами. Доброе утро. Субтитры сделал DimaTorzok